Я родился в Калифорнии, недалеко от города Сан-Трансиско. Как видите, это красивое место. Смотрите на улице, ну, смотри, это небо, сколько красивое место. И, несчастливо, недалеко от дома был музей научный, и там были экспонаты о компьютерах. И это был мой первый раз, что я видел такие штуки. Вот мои первые компьютеры. Конечно, это терминалы, не компьютеры. Компьютеры были самыми где-то дженеральный интерес. Вот мы играли в самые известные программы. И Лайза, и Гадай номер, я люблю гавриску. Я изобразил двоичный поиск сам. Когда я нужен один стол, я гадал пятьдесят, потом двадцать пять. И все, наверное, так делали. Мои... Эта система, она, когда так и был, как я сказал, в Генерал-Эклипсе, он, как надо, работал, basic, time-sharing system. Поэтому первый язык был basic. А когда Apple II и Commodore V все появились, я изучал шестьдесят пять второй ассенблей. Мы, ну, конечно, у нас немного потеряем последний слайдер. Но просто все программы Лайва Десанты Штука, которые я изучал, что сам... Современно страшно. Я думал все время без сомнения, что я хочу работать с компьютерами. И что я буду программистом. Поэтому я закончил университет Калифорнии в Беркли с бакалавра в компьютерной МЭУ. И продолжал образование в университете Вашингтона, где я получил магистр в компьютерной МЭУ. Забавно, что для этого времени мы вообще работали на крупные системы, работники, работники. Мы стали, что персонал и компьютер, это что-то неинтересное очень. И потому что это был с Яплой, конечно, маленькой компанией, называют Майкл Руссов, был там на это время. Может быть, я пропустил шансы за большие деньги. Но я хотел обратно в Селку Медолины, в Калифорнии был Майкл Руссов. Так, обратно в Селку Медолины я работал в много разных компаниях. Начал с Digital, потом был конкурент с SGI. Сделал крупные, дорогие, мощные 3D-графикс системы. И потом я софт Ревендашин сделал интервью, потом 3D-эффект. Только маленький старый этап, как то в NVIDIA я закончил моё время в Селку Медолина в 2010 году, и мы перенекли в Питер. Потому что она была русская, она скучала поровно. Ну, что делать, мы перенекли сюда, и кто с этого здесь? И я закончил, ну, почти еще время я выдалён, я работал здесь с бывшими коллегами. И я решил 3D-графикс G-News, я работал в Samsung в Востоке. Я работал, да? Ну, сегодня я работал, это моё ключевое предприятие, когда я в Востоке перелезаю. В Востоке я был там сотрудником, 10-й сотрудником, и я работал на 5000. Это, я работал на 5000, с начала до конца, два года вообще. И у нас уже был рабочий тип в лаборатории. И потом ещё был год перед тем, как мы можем на рынок. Много неудачных шансов в этой истории. В 3D-графикс я не был там в Вейминге Voodoo-1, я вообще просто там Voodoo-Rush, но Voodoo-Rush – это не моя вина. Извините. Моя работа была на Benchy, это мой ключевой проект, и я был вообще один из главных на Benchy. И потом Voodoo-3. Так, хорошо. Ну, начало Эфики 3D, что случилось? Около… В девнадцатом третьем году появился процессор Pentium. И он был гораздо мощнее, чем предыдущие. 386, 486… Извините, что я немного смешиваю русский и английский язык. Всё нормально. Все в этом сфере понимают это слово, да? Окей, хорошо. 15 лет в России, ещё не очень грамотно говорю. Появились Doom. Все знают Doom, все играют Doom здесь в зал. И тоже интересно, что с той месяц оперативной памяти очень стал дешёвой. Особенно в 96-й год, где все эти видеокарты появились. И тоже очень важная для этой истории – это тайваньские компании по производству полупроводников. Без этой компании NVIDIA, 3DFX, Rendition никто не был, потому что только Intel имеет со своим фирменным производством создать чип. но с этой компанией как TSMC маленькие компании могут делать дизайн проектированный чип, послать этот дизайн в TSMC, получить деньги, конечно, и получать эти чипы обратно, что это был бизнес-модул рабочий. Это было тоже очень важно. Окей, давайте сейчас разговаривать о каких проблемах было в этой компании, которая хотела на этот рынок работать. Ну, первый был какой-то продукт создать, что-то, который совсем, целая видеокарта 2D, 3D, видео, все так далее, или только 3D. Наверное, все знают, какие решения были, но я просто об этом буду разговаривать. А как получить программы этой игры? Не было API в 3D на это время, которое мы считали, что будут работать. И, конечно, надо архитектура. Ну, как, где будет настройка первого угольника, какой-то скорость 3D, рендеринг будет, и как вывод будет. А может быть, вы не знаете, что самая сложная проблема была VGA. Это вообще был биндик. Sorry. объясняю дальше. Это мучает все, этот VGA. Почему? Это стандарт очень плохо документированный. И вообще только единственная документация это было, как работали игры и приложения. Если работали, это значит, что ваш VGA хороший. И тоже очень странный не документированный режим. конечно, Doom использует этот известный Mode X. Если ты хочешь все-таки на вашей компании заниматься VGA, как найти эксперты. Вообще очень мало не существует. И утечка ресурсов вообще 3D уже очень достаточно сложная. Но если надо уже работать на VGA, это просто время потеряется. И это невозможно делать право на первого раза. и все эти конкуренты, которые уже были, у них было большое преимущество, что у них уже был рабочий VGA. Эти новые компании надо как-то решать, что делать с VGA. Ну, окей, давай сейчас баллы смотреть, что 3D век сделал. Здесь я говорю о Voodoo 1, первый Voodoo, не Benji. Конечно, я могу два часа говорить о Benji, но сейчас мы просто говорим на первой видеокарте. Нету, они пропустили, у них только продакт, который только делает 3D, что они пропустили проблемы с VGA совсем. И у Rendition это проблемное. Они покупали ядер VGA из компании, которая продала этот, и он всегда не работал хорошо, был медленно и проблемно. ну, вообще, видео очень сложно. Окей, сейчас говорим о API. В 94-м году, когда эти компании начали, Direct 3D не существует. Что надо найти мере, что программисты писали игры на нашей платформе. в это время мы считали, конечно, есть OpenGL, но мы считали, что OpenGL это только для SGI, крупный желез, дорогой, и мы думали, что это вообще невозможно и очень сложно писать драйверы для OpenGL, который работает хорошо на персональный компьютер в этом время. и тоже есть опция просто дать спецификации программисты, но это очень сложно. Никто не хочет делать, и проблема, если новый чип делается, старые игры не будут работать, если они пишут сразу, прямо в железе. что частный API это единственное решение. Надо делать свой API, где этой игры можно как программировать на ваши дела. И интересно, что оба компания 3D effects и Rendition это поняли с самого начала. Может быть, это были единственные две компании, которые это сделали. Я не помню именно, конечно, о NVIDIA. Я не был там в эти ранние годы, но я думаю, что у них NV1, конечно, был совсем бред. Ну, я просто здесь говорю, что я думаю, что и Rendition и 3D effects здесь правильно решили, и они поняли, что создать отношения с игровым компаниям очень, прямо сразу надо начинать. Даже когда чип не готов. посмотрим наш scorecard, как мы сделали 3D effects. Ура, Glide. Да, очень успешно. И много игр работал в Glide. И тоже ура, Rendition сделал свои speedy 3D. Я был там в этот митинг, где мы решили, как называют это API. Вообще тоже один из самых сложных штуки делать в компании и мироваться что-то. Вообще много часов сидели весь день. Это был Walt Donovan, его идея, я думаю. Окей. Дальше. это какая карта делать? Которая делает все или только 3D? Но если делает все, это труднее. Надо делать и 3D ядра, и 2D ядра, и VGA, и VideoDag, Bus Interface, и все это. Это гораздо больше работа. и дальше, чуть позже, мы можем, мы будем понять, почему это, что это значит, что ниже 3D скорость. Ну, конечно, только один карта, и это, может быть, это очень большой плюс. Особенно, если какой-то OEM компания, как Dell, если ты хочешь, чтобы они покупали вашу карту, если тревью 2 карты, может быть, не идет. А только 3D, это вообще все наоборот. все ресурсы ваши в engineering идет на вашу функцию 3D графика. Можете получить максимальную скорость, но требуется еще карту. Это тоже может быть очень большой минус, как наш scorecard. Я думаю, что это плюс-минус для 3D effects. Конечно, все ресурсы на 3D, ну, это значит, что только 3D не будет навсегда. В будущем, конечно, в Benji они приехали, но которые все делают, и пока не получают опыт, это может быть, они опоздают на рынок. Rendition тоже плюс-минус. они сделали все правильно, но просто немного неудачно, и не совсем ясно, что хорошо и плохо. Окей. на следующий час мы будем немного обсудить, как работают 3D видеокарты. Дизайнеры игры, они используют tools как дизайнерские, и создают мир, здания, помещения, монстры, и так далее. все сделаны из треугольников. И поэтому видеокарта 3D вообще его единственная функция это рисовать треугольники в 3D. Чуть ближе. Что треугольника? Ну это фигура, три вершины, и у каждого вершины есть свои характеристики. Позиция, цвет, прозрачность, это alpha, A, и координаты текстуры, S и T, здесь. А как послать эти треугольники из пензиум, где работает игра, до graphics card? Ну вот наш source code какой-то игра, это OpenGL, он считает эти характеристики, треугольники, и послать в видеокарту. например, три вершины об ABC и все характеристики, и плюс команда рисовать треугольник. А потом вы получаете треугольник. А на 3dfx, как это смотрел, эта команда? в 3dfx была частичная настройка треугольников. Что это значит? Это значит, что драйвер надо помогать карту немного создать треугольники. треугольник. позиция вертекс ABC, вот начинающий цвет, глубина, фактор Z, прозрачность A, координаты текстуры ST, ну и тоже наклоны этой характеристики. и каждые эти красные характеристики требуют сделать операцию разделения на CPU. Это больше времени требует. Около 31 куски здесь даны, и плюс, конечно, команда рисовать треугольник. Наоборот, они сделали полная настройка треугольника. Это одна из главных идея ключевая в вертии 1000. И они CPU и драйверы не надо ничего не считать. Просто характеристики, позиции, свет, координации, бум, сразу в видеокарту. Никакие наклоны надо считать, никакие разделения надо делать. И они считали, что это будет очень большое преимущество. К сожалению, они не считали правильно. Мы будем немного об этом разговаривать чуть позже. Настройки треугольника 3FX маленький минус, но, может быть, тоже плюс. Это не совсем понятно. Но это понятно, что большая работа на CPU, чтобы настроить треугольники, потому что это разделение. я думаю, что рендешн правильно решили, но другие причины были проблемные на следующей части архитектуры. Давайте быстрее ревью делать основные характеристики Asics или Chips. Есть максимальный размер чипа, и это производство говорит, в этом случае TSMC, тайваньской компании. если у вас есть параллельное выполнение какой-то функции, это значит, что он будет быстрее. Параллельное значит, что много разных частей исполняет эту функцию одновременно. А параллельное выполнение, это значит, что у вас несколько версий, каждая часть этого функции, это занимает больше места. Но помните, что у нас есть ограничения мест здесь. Это значит, поэтому, чем больше площадь вы используете, используете чип, тем быстрее ваша функция работает. И это тоже значит, потому что мы покупаем из TSMC кусок площадь, не по чипу, а по площадь, что чем площадь больше, это значит, что чип больше стоит. Давайте смотреть архитекты вероятности, это очень, очень грубый. Многие здесь отсутствуют. Но я хочу внимание на две здесь пункты. их идея была сделать полная настройка треугольника на чипе, это их самая главная идея, они считали это очень, очень важно. поэтому они создали целый CPU, был риск CPU, и может быть, потому что один из основателей пришел из мира CPU, но у него уже был такой баяс, он такой хотел сделать. Ну, конечно, надо, есть функция рисовать треугольники, и тоже так, здесь Pixel Engine, он исполняет функция текстура, вообще самая главная функция, буфоризация глубины, z-buffering, если все знают этот термин, и alpha смешивание, это когда кусок треугольника может быть прозрачным. Но посмотрите здесь, один чип, конечно, вот наш любимый VGA, который ненавижу, но все функции на RISC CPU работают, 2D настройка и 3D настройка, и вот это один чип, и можно, это стоимость 199 долларов в видеокарту, когда он был на рынок с 4 мегабайт memory. Ну, настройки треугольника, занимает много мест, и что, это будут какие результаты, мы смотрим. Окей, вот графикс один, его архитектура очень-очень грубый здесь, быстро сделано. А что видите сразу? Сколько чипа? Два. Две чипа. И как мы знаем, больше места значит быстрее. и тоже будет дороже, но, конечно, стоимость 100 долларов больше. Ну, здесь функция частичная настройка треугольника это часть одного чипа, алфа смешивания, Z-buffering, буферизация глубины, только все на один из двух чипсов. А целый второй чип был текстуру. делай. Ну, когда много mip-mapping, trilinear mip-mapping, все это считает, очень много считания, много операций делает. А что еще видите здесь? Для фрейм-баффера только два мегабайта своей памяти. И текстура была своя память. И доступ к памяти тоже параллельная. Это значит, еще причина, что он быстро работает. Но 3D effects решили, что скорость это все. Скорость. И вообще геймеры тоже согласны. Даже если много считают, что rendition был чуть-чуть лучше или гораздо лучше качество изображения. Но он был медленно. если вы включаете алфа смешивание или буфоризация глубины, каждая эта фича включается на Verity 1000, он еще цикл медленный. Потому что нету single cycle 3D целый pixel на Verity. И это была большая ошибка, я думаю. Смотрите скорость 3D рендеринг. Rendition неплохо. Если смотрите как S3 Verge, даже нету parallel, perspective correct. Рендеринг перспективный, правильный. 3D рендеринг. Если нету, смотрят плохо этой игры. Если ходишь в коридор, все текстуры плавают, они должны быть солидные и чувствуешь, как ты там в игре. Но 3D effects, конечно, бум-бум-бум, плюс-плюс-плюс. У них скорость это все. И рынок их любил из-за этого. Ну вот следующий час. Хорошо на времени. Следующий час архитектура вывод. 3D effects работают только напрямую запись. У них нету функции DMA или прямый доступ к память PDP. Так, треугольник со всех характеристик пишет драйверы, которые работают прямо в Voodoo1. Эта функция называется MMIO memory mapped input output. и потом чип создал наше изображение. На Rendition было другое. Они еще раз сделали, я считаю, что это правильно. У них была функция DMA. А как это работало? Драйвер написал все характеристики треугольники прямо в системную память. Потом через MMIO они дали маленький кусок команды к верите, который говорит, окей, начинай. Команды, может быть, много команды, мегабайт команды там ждут, просто начинай и чип начинается сам взять этот команды из памяти и сам работает. На это время пенсиям свободна. Можно еще считать и может быть, больше времени осталась обработка самая игра, чтобы игра была интереснее или работала быстрее. А потом Верти рисовал это изображение. Еще вывод. Сейчас мы будем разговаривать о 3DFX. Все хорошо на пенсиям. ММИО в некашированную моду он быстро работает и он гарантирует порядок, чтобы все данные получились в такой порядок, что писали драйвер. Ну, вот идет Pentium Pro. Это было мое время уже на 3DFX. Интересно, я все, наверное, знают известный конференц компьютерной игры, CGDC. да, слышали, это была очень важная конференция по игре. И я там смотрел в выставку, зал экспонаты 3DFX. Я еще был в и я смотрел, что они делают высокие 60, 40 по 480. текстура, алфа смешивание, глубина, Z-buffering на 60 изображений за секунд, frames per second. Я смотрел это и сказал, о, мы дохлые. Rendition, мы не можем это делать. Я уже немного выключил от rendition. и тоже все знали Василий Конодолин друг друга, маленькие сферы 3D graphics. Мой менеджер в Kubota потом переехал в 3DFX. А потом она меня тирала. Тирала из rendition. И я ходил, начал работать в 3DFX. И ну это проблема здесь, потому что этот мод, который гарантирует упорядоченная запись на Pentium Pro он очень медленно, как 10 раз. 10 раз медленнее. И это был дизастр. Ё-моё. Что мы делаем? Большая проблема. Но у них есть ответ. Это я буду на русском после читается лучше, чем я по поводу спекулятивную, некэшерованную, комберевнованную память на запись. Короче, USWC Right Combining. Он быстро, очень быстро работает. Но проблема здесь, что он не упорядоченная. Но для нас это значит ё-моё. всё. И мы будем понять, почему сейчас на следующий слайд. Вот образец. Это маленький кусок команды треугольника. И драйвер пишет это. Он сначала пишет это b плюс 0, потом b плюс 1, потом b плюс 3. Это адресы. И b плюс 2, b плюс 3. Сначала данные характеристики и вершина номер 1. Потом вершина номер 2. Потом вершина номер 3. И последней очередь команда рисовать треугольника. И вот у вас всё хорошо. Uncached mode на пенсии работает отлично. Он быстро, без проблем. Но что случается этот тоже uncached mode невозможно. Просто слишком медленно. Нам надо использовать этот right combined mode. Но что будет? Драйвер тоже пишет плюс 0, плюс 1, плюс 2, плюс 3. В порядке. Но чип получает в какой неизвестный порядок. Может быть вершина номер 2 сначала. Может быть вершина номер 1. Но пока не проблема. Пока мы не получили команду. А вот следующая команда перед вершиной номер 3. И у вас есть мусор на экране. вообще совсем бред. Без правильной характеристики целый креугольник у вас вообще ничего не работает. И вот что делать? это была такая большая проблема, что у нас был митинг в 3D эффект из основателя компании Scott Sellers, Гэри Тиролли, главный архитект 3D эффект тоже там было. Его называли Мурли индейец. И потому что один из моих специалистов работает CPU, GPU интерфейс. что я тоже занимал этот rendition, что я был в этом митинге. И в этот день в Силконе долине пробка плохая. Много пробок. И я сидел там, я ехал на работу в митинге, и потом у меня была идея. Проблема здесь это почему не просто смотреть каждый адрес и потом мы будем понять, если что-то пришли, если что-то мы пришли, это слишком сложно, невозможно. Эта память может быть огромная память для команд. Так это не было решение. Что это не важно, когда придет эта команда, это только важно, что все пришли. у меня была такая идея. Если мы считаем, когда кусок данной придет не в порядке, очередь, мы только считаем, сколько адрес он пропустил. и это каждый адрес, который проспустили, это называется deer, deer, hole по-английски. И мы просто считаем эти deer. И мы тоже помним максимальный адрес, что получили, это A-max, там на слайде, максимальный адрес, что этот раз получили. И уча это указатель чтения, это где работает чип, он читает команды из этого места. Что это, вот мы начинаем здесь, количество deer, но, а если сразу мы получаем, Катя, это команда треугольника, мы сразу получаем и пропустили все вершины, характеристики, но мы видим, что B plus 3 это 3 больше, чем нола, где был A-max предыдущий. Это значит, что у нас сейчас deer 3 количество. Когда количество deer больше, чем нола, мы ничего не делаем. GPU ждет. Следующий, если вершина 2, например, неважно, какой очередь, они могут вершина 2, потом вершина 1 или вершина 3, но этот адрес B plus 1, он меньше, чем A-max. И это знает, что это как it fills a hole. 1 сейчас меньше hole deer, и мы сейчас, количество deer сейчас 2. И так же получаем или 1, или 3, количество deer 1, и в конце концов мы получаем в какой-то очереди не в наш control, только Pentium Pro контролировать этот. Мы получаем последний deer, сейчас количество deer 0, и уже указатель чтения можно идти вперед, и чип можно выполнять команду, и все хорошо. и за это это, как я говорил, пришел ко мне в пробке, я пришел очень как в восторге в наши митинги, все, все, у меня решение, и сначала они верили в меня, но они все смотрели и сделали много образцов, и решили, да, это помогает. И для этого я получил в карьеру единственный патент у меня. об этом я горжусь. Так, вот вывод, посмотрим баллы, 3DFX. Я даю минус за 3DFX, потому что это была ужасная проблема. Почему они просто сделали DMA? Я не знаю, я не могу ответить. Все делают DMA. Rendition сделали, Nvidia сделали, из-за этого проблемы вообще очень сложно все сделали. У них было что-то против DMA. У нас есть вопрос. так и я так ал? Я не понимаю вопрос вообще. Идея, я понимаю, но о чем этот? Что вы хотите говорить о back-based calling? Я думаю, что да. Я думаю, что технология держит. Я думаю, что потому что на 3DFX и тоже на rendition они сделали настройки треугольников, и они видели, что они считают площадь, и площадь позитивнее или как… Да, позитив или негатив. Да, и из-за этого они понимают, если треугольник не как back-face или front-face, смотреться назад или в камеру или назад. И я думаю, что в rendition сделали правильно, у них они сделали DMA, но они были очень рано. они все сделали правильно. Ну, PCI, DMA был очень глупо, как много ошибок на этой плате, матерной плате, которой они хотели работать, и много проблем, и несколько раз они должны работать обратно на прямую запись, они не могут использовать DMA. Большая проблема, но я думаю, что это более-менее правильное решение. Окей. Это все технические разговоры. Я хочу немного интереснее, может быть, человеческое, и может быть, забавное. Что вы именно? Rendition не было первым именем. Он начинал с имя Cinema. Почему? Ну, первое название Rendition было Cinema, да, вот. И отсюда и название продукта Cinema Verité. Вот, Verité 1000, да? Но Cinema Verité – это как игра фразы на французском языке Cinema Verité. Что это история, откуда слово Verité. Но здесь проблема. Мац, одного из основателей, сказал ему, это положено слово Enema. Но Enema на русском, sorry, Enema значит клизма. Ну вот. И вот это был конец компании Cinema, и так родился Rendition, потому что невозможно такое имя. Окей. Давайте смотреть, может быть, интересно, тоже об этом не говорят нельзя. Где был круче работать? У Rendition был, ну, они оба хорошие места. Я люблю очень оба этой компании. В Rendition был, ну, окей, настольный теннис. Интересно, мы играли в теннис. Как почти все компании в Силаконе дали на бесплатный лимонад. Интересно, тоже у меня была идея, я всегда разговаривал, когда ты знаешь, что компания скоро закрывается? Это когда они спросят сотрудники платить за лимонад. Это случилось в Digital, в DEC, это случилось в Kubota, это тоже случилось в NVIDIA, но они слишком, может, крупные, и, ну, они немного как, они не по-другому. Я могу немного об этом разговаривать. У нас есть несколько времени. Но, когда у нас был первый чип в Rendition Verity Around 1000, июль 1195 году, я помню этот день, это было очень крутое время, мы празднули, и они покупали много шампанское. Вов Клико, это был первый раз в жизни, что я пил вов Клико, очень вкусное, мы бухали вообще. И, ну, хорошая компания не был, они поли... А тоже был PlayStation на кухне, мы играли, это Need for Speed. Окей. Давайте сейчас говорим о 3DFX. А где начинать? Конечно. Бесплатный лимонад. Сколько снеги хочешь на кухне? Все, что хотите. Часто утром были пончики. И да, было пиво в холодильнике. VP Software, который был мой бывший начальник в Куботе, она любила пиво. Что у нас был пиво везде, пиво в холодильнике. И за это никто не бухал. Мы вообще ждали в пятницу вечером, где в традиции в Силконом Долине все есть пиццы, пьют пиво. Ну, вот наша пицца, конечно, это был, частно, я добавил вообще 15 килограмм, когда я работал в 3DFX. И что? Они любили тусоваться, тусовка. Они создали какие классные тусовки в клубах в Сан-Франциско. маркетинг департамент в 3DFX был классно. Они вообще это было очень забавное место. О, конечно, если хотите, у нас кинотеатр на работе. Почему нет? Они создали целое помещение, называется Voodoo Lounge, где мы сидели, смотрели кино. Можем спрашивать, почему, потому что вы просто не работаете. вот компания NVIDIA. Ну, может быть, почему 3DFX не совсем. Конечно, надо попкорн, если, и там был попкорн-машин в этот лаунж, это кинотеатр. У вас есть собака? Ну, можно собака на работе. Dog friendly был очень в 3DFX. и это не был везде, но в software отделение в 3DFX было много молодежи и, конечно, у нас был часто LAN parties. Мы играли в Quake все время. Ну, просто как, эй, давайте начинать Quake. Окей, давайте. И, наверное, самое интересное для меня, мы играли в Tribes. У нас, кто знает Tribes? Кто играл в Tribes? Yes, самый лучший игрок в мире. видишь, что 3DFX там, они сделали в Glide. И у нас был собственный клан в Tribes, и я путешествовал в этот, и это было очень забавное время. Так, что я решаю, что Rendition хорошее место. Очень классные люди, классные, симпатичные. Проект очень интересный. Я видел с самого начала и до конца процесс создать чип, мы работали по Microsoft на directory и из ничего мы создали этот проект. Очень классно. Ну, 3DFX. Вот. И нету места достаточно, чтобы я, ой, я пропустил. Вот. Вот они. Еще раз, надо еще thumbs up. у меня есть несколько времени осталось, я могу несколько анекдот разговаривать. Конечно, человеческий фактор нет и компания. Все хотят, наверное, что они работают с людьми как гений. Ну, у гений проблема, если кто-то работал с гением, у них обычно страшный, сложный характер. И когда у нас был первый чип, который пришел в перед 2000, и мы сделали первый раз его обработка в лаборатории, у нас было два видеокарта, которые работали. Один вообще совершенство, второе много глюк, глюки. И у нас был такой гений, вообще сложный человек, и он когда он работал на этот видеокарт, который глуп, глуп, он просто его сломал руками. И сейчас у нас только одна карта, и президент компании был такой очень сердитый, но был такой человек. И все в 3DFX, много здесь плюсов, но все они очень тоже гладкие. Там тоже когда я работал на бенши, первый четвертый, он опоздал на рынок 6 месяцев. Почему? Мой часть 3D ядра работал, 3D ядра работал. Мы тоже создали свою VGA, ужасная штука VGA, но платили контракт, нашли, и он сделал хороший VGA. в Hardware группе тоже классные люди, но был один сотрудник, который был немного балбес, sorry, но правда, и он часто мы разговаривали в коридор, опять я ошибл, мой час еще не работает, а я думаю, господи, он так несерьезный человек, я даже сказал мой менеджер, и мы разговаривали с менеджером на этот hardware групп, но к сожалению, это был, угадайте, чья часть чипа не работал, да, первый менеджер, его часть не работал, а проблема, это был bus интерфейс, PCI интерфейс, PCI интерфейс не работает, чип дохлый, что это забавная ситуация, но каждой ситуации много разных людей, но я могу сказать немного о NVIDIA, очень серьезная компания, Джинсен Хуань, президент NVIDIA, очень серьезный человек, очень грозный, и он часто кричал на людям, и сказал, ты дурак, что ли, в митинге, и много уволил, но к счастью, я только с ним один раз на кухне, в столице Лайнон, сказал, ну, привет, большой парень, и это была моя история с Джинсен Хуань на NVIDIA, ну, вот, закончил семинар, надеюсь, что это было интересно, спасибо, что пришли, спасибо. Вопросы может быть, я стараюсь, очень сложно понимать, здесь очень громко, нет, ну, можно ко мне спросить, если хотите, спасибо. Я работал в NVIDIA с начала в 2001 году и работал там до 2010, что 9 лет я работал там. Ну, я работал в группу 3D архитектуры называется, но я сам занимал, я не 3D гуру, я всегда работал с компанией, которая занимается 3D график, что я знакомый с процессом, но я больше 2D ядра понимаю, я больше 2D график и интерфейс между CPU и GPU, это вообще моя сфера. Я много, я не хотел моя история здесь, но симуляторы, фреймворки, инструменты, системные, программированные, много это. Спасибо. Спасибо. Окей. Спасибо. Вопрос был, когда rendition был продан в компании Micron, если был какой-то очень крутой следующий проект, на котором, какой причин они продали в Micron, или это Белбрат, я уже не было. После верти 1000 в 96-е года я уехал в 3DFX. Так, 2000, уже был верти 2000 в проектированное, но я мало на его работу. и наверное вы говорите о 3000, который был следующий, но Micron или они считали, что неважно, или вообще была сказка, я сам не знаю. Sorry. Вот. Еще вопросы? Во время работы в Rendition и 3DFX вы сотрудничали, как-то общались по работе с id Software? id Software. Джон Кормак. Да, да, я сам нет. Нет, ну, я сидел в офисе вместе со Стефан Падел. Он был в группе евангелистов, которые работали с компанией. Человек, сотрудник, который с id Software, с Джон Кормак и вообще Майкл Эйбраш работал. Был наш главный архитект Валд Донован. Он большинство работал. Они пытались, 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 пытались сделать Vquake, Vquake, хорошо, но Zbuffering, это буферизация глубины, слишком медленно. Слишком медленно было на Vrte 1000. Они все на 2000 исправили, но это слишком поздно, наверное. Идея RISC CPU на Vrte интересная. Он дает возможность менять микрокод, если ошибка, не надо переделать чип, но много мест занималось, и как мы знаем на архитектуру, много мест это много деньги, и он, если мало осталось на главной функции рендеринг 3D, он будет слишком медленно. И это был случай, к сожалению. но все-таки был хороший продукт, хороший 2D, я был архитект 2D, так я хочу сказать, что был хороший. И драйверы, Windows, ну неплохо, неплохо. Ну был общий, и недорог, недорогой, 100 долларов меньше, чем Voodoo Graphics, и работали игры, но какой-то сложнее игры, это было слишком сложно. короче. Вы работали с видеокартами от Intel, которые DigiOne, DigiTwo, которые недавно выходили, в том году, позатом? Нет, я в Intel, нет, не было в Intel. Работали вы с этими видеокартами? Нет, 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 нет. Интересно у Intel, у нас минуты, сори, я не знаю эти карты, все боялись Intel, 3DFX, Rendition, NVIDIA, наверное, тоже, но они считали, если Intel хочет, он может все уничтожить, у них свое производство, они могут просто покупать команду 3D-архитекторов и просто создать продукт, никогда не сделали, но почему? Разные мнения, конечно, Intel была крупная серьезная компания, очень консервативная, и они продали CPU за большие деньги, а графикс карт, ну, 100 долларов, и самый чип, как верит тысячи долларов, 60 долларов, это не интересно, наверное, им, но они могли просто делать, ну, может быть, они боялись монополизации, не может быть, но мы все боялись Intel, и SGI тоже пропустил, когда продается infinite reality engine, как SGI продали, как 600 тысяч долларов, какой-то видеокарты на 100 долларов, 200 долларов, это просто не интересно, но они пропустил момент тоже. Спасибо.